Во Владимире объявился еще один педофил. Жители восточного микрорайона города сообщают, утром 22 мая около гаражей на пересечении улиц Соколова-Соколенка и Юбилейной мужчина напал на девочку-подростка. Ей удалось отбиться и убежать. Полицейские несколько часов прочесывали местность с собаками. И полиции много было, и машины такие богатые стояли, народу. Я не знаю, что случилось. Я гляжу, машина ни одна не битая, ничего. Я поняла, может, кто угнал в угоне, какая машина. Это я так себе представила. Спрашивали, не видели бомжа так с капюшоном одетый. А так вольф, вроде ничего такого. Но они писали бумаги там о подъезде. В общем, с утра напал бомж на девушку. Рядом средняя школа. В соцсетях пишут. Директор с полицейскими изучали видео с камер наблюдения. Опрос проводили и среди жителей близлежащих домов. Говорят, что изнасиливали здесь в гаражах девочку. Сегодня рано утром. Все, больше ничего не знаем. С собаками приезжали, милиции искали днем. Все, больше ничего не знаем. Сказать, что уже второй случай за сегодняшний день. Вчера в каком-то районе, в Владимире, сегодня вот второй раз. В школе дети уже об этом знают и говорят. Я пришла за внуком, все дети уже знали. Говорят, ходить нужно осторожно, в городе маньяк. Высокий, метр сколько девяносто, худощавый, в сером длинном свитере. Вот такой вот. Приходили двое, вот сообщали, расспрашивали нас. Родители напуганы. Правоохранители пока не дают официальных комментариев. При этом нападений в добром уже третье за одну неделю. 15 мая около 10 вечера житель Юрьевпольского напал на двух школьниц в Октябрьском районе. Обе смогли убежать. Через два дня нападавшего задержали. Он под стражей. Вины не признает. Второй случай произошел 20 мая в юго-западном районе Владимира. Педофил напал на двух малолетних девочек. Они также убежали. В соцсетях появился фоторобот подозреваемого и особые приметы. Родинка над верхней губой слева и кольцо на левом указательном пальце. Пока неизвестно, задержан он или нет. Александр Козлов, Екатерина Зинурова, Виталий Сергеев. Губерния 33.